Слава Украине! Приветствуем от Полонского! И еще по Крокусу! Вот знаете, я уже не хотел записывать ничего, уже все там ясно, но, скажем так, все равно есть очень интересные факты, которые невозможно обойти, и которые дают понимание, что такое Россия, что такое российские полицаи, что вообще такое российские силовые структуры, и кого они защищают. Это просто аут. Я, например, не знал. Но, оказывается, в том самом, как его, этот Шпокус или Крокус, где целых четыре злобных террориста напали на россиян, четыре, да, вот запомним цифру четыре, оказывается, прямо в этом здании есть отделение полиции. Прямо в нем! Мы говорили о базе ОМОНа. От базы ОМОНа там действительно около километра до Крокуса, то есть, ну, в принципе, сколько там, да, пробежать, да, по нормам, по нормам для ОМОНовца, за сколько километров можно пробежать? Ну, по-моему, четыре минуты, что-то такое, пять минут, да? Они бежали час, больше, по-моему, да? Вот. Но, оказывается, бежать не надо было никуда. Прямо в самом здании есть отделение полиции, называется Павшина. И вот я сейчас смотрю на фотографию, сейчас фотография размещена у нас на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, снизу, да, в описании к данному ролику, и смотрю, там, наверное, человек сорок с оружием. Мужики все такие, знаете, на восемнадцатом месяце беременности, вы меня поняли, да? Бабают с такими мордами. Ну, знаете, да, такие вахтерши, я запекла. Но это полицаи, это не вахтеры, это не вахра. Это черная форма, это их, ну, какое, собственно, вот это у них у всех. Это полицаи по полной программе. Ну, у них же там оружейная комната. Чемпачи, это рабочий день, это еще и мероприятие, то есть усиление, наверняка. То есть, скажем так, большая часть из них была там. Но их, на вскидку, их человек сорок, я их не пересчитывал, сорок-пятьдесят может. Значит, четыре террориста, четыре по пальчикам, раз, два, три, цитыли, цитыли, да? Цитыли террориста и сорок вот с такими ряхами наеденными полицейских, которые сбежали, тупо, тупо исчезли, ни одного нет. Где они? Ау! Никого. Да, вы думаете, это все? Нет, это еще не все. ОМОН мы проехали, значит, который час, час передвигался. Я вам скажу честно, у меня есть во дворе бабушка, она ходит с палочкой, с палочкой. Вот. Так вот, если бы эта бабушка служила в полицейской, в ОМОНе, там, да, вот, в этом Шпокусе, Крокусе, ну, база ОМОНа, километр, да, до Крокуса, я думаю, что она бы с палочкой дошла бы минут за сорок-сорок пять. А ОМОНовцы, час, ну, понятное дело, у нас бабушка во дворе более боеспособна, чем этот ОМОН, значит, в Санкт-Петербурге. Вы думаете, это все? Нет, это еще не все. Оказывается. Вы думаете, еще одну очень интересную вещь. Значит, каждый 50-й, каждый 50-й россиянин, по статистике, это силовик. То ли армия, то ли Росгвардия, то ли полицай, то ли ФСБ, то ли еще какая-то там чепуха. Вот. Из них, из них, значит, ну, как минимум половина таскает с собой табельное оружие по тем или другим причинам. То есть, ну, окей, хорошо, пистолет Макарова или там что-то у них сейчас, что-то поновее, наверное, уже же есть. И наверняка кто-то из них был с оружием в зале. Наверняка это было больше четырех человек, потому что там, сколько там в зале было? Четыре тысячи человек, да, если это, или три тысячи. Не суть важна, если там каждый 50-й, даже, скажем, пускай две тысячи человек было, да? То есть, получается, что сколько там было человек с оружием? Ну, скажите мне, две тысячи, получается, человек пятьдесят с оружием было, да? Четыре, ну, не с оружием, а хотя бы силовиков было человек пятьдесят, минимум, в зале. В зале только было. Это просто по статистике я беру относительно вот, относительно количества населения. Ну, не может же, что никто из них не пришел, да? Да. Значит, было, ну, пускай сорок человек было. Минимум, ладно, окей, не все с оружием, не все это. У десятка было оружие? Наверняка было. Где они? То есть, было, еще раз повторяю, было четыре террориста. Вот я даже вот для наглядности пальчики показываю. Четыре. В зале было минимум десять или двадцать человек с оружием. Минимум. За стенкой этого зала, в этом же здании, было еще пятьдесят гавриков с оружием. С вот такими вот мордами. Серьезно, я говорю, я посмотрю, вот эти вот ряхи на этом, да, вот у них там, да, это павшина это. Слушайте, там, если одного схватить за ноги и хряпнуть, можно убить сразу его мордой штук шесть потюков. Они не успеют разбежаться. Такая морда такой величины. А если пузо, ну, то вообще, если я вам скажу, вот такого вот полицейского сбросить на Белый дом, то Белый дом провалится через земную куру, а Ел-Устонский этот самый заповедник взорвется. Вот с такой мордой, да, и со всем остальным таким. Вот такие красавцы. Кровь с молоком, полиция, да? Все убежали. Вот так вот, друзья мои. И, кстати, думаете, это единичный эпизод, а вспомните, как полиция вся ваша разбежалась от этих самых, вот, скажите мне, вагнеровцев в Ростове, помните, Ростов-на-Дону-ка, где они там были? Исчезли, испарились, просто раскаяли в утреннем Туваде. А их не существует, нет, у нас там не было. Их там нет, да? Вот здесь то же самое. Вот такая же картина. То есть, было 4 террориста, и было как минимум там человек, грубо говоря, 70, без всякого ОМОНа, до всякого ОМОНа, с оружием. Вот, они вас защитили, это сразу видно. Мощь, Россия, русские своих не бросают. Эти твою мать.